Держи телефон. Телефон возьми. Что он хочет? А где сотрудник? Сотрудник где? Не знаю. Скажи, что жду сотрудника. С вами общаться будут, когда сотрудник. Езжай, понял? И приезжай. Да, видишь? Да, видишь? Держи, что чистовый? Ну что, поехали в отдел. Поедешь? Держи, дороже. так у него блин участвован но чем он будет анализ материалов не давать мы его подождем ну как что-то позвонил сказал ты не расскажи свою позицию вообще как решать как решать будешь обладать работа и оплачивать кредит как решать потому что я говорю я вот я в полгода выпустил с работой у меня проблемы а связи с коронавирусом да ладно ну как причем он меня позвал я к нему приехал вообще с ним и только при нем я буду общаться за что от оплаты отказываешь я от оплаты не отказываюсь полгода я заплатил мне еще 6 месяцев а причем здесь будет возможность сейчас смотри оплату оплата получается вот апрель июнь почему ты не плачешь потому что еще раз повторяю потому что с работы ушел нет денег нечем платить ну как причем участковый учись не участкового брала сейчас он приедет туда побежим на полгода ну давай мы сейчас переговорим я просто хочу с тобой поговорить ага че ты не плачешь ничего я же объясняю можно отойдет 2 ДТК выплатил 2 ДТК выплатил какие проблемы какие проблемы а какие что какие дела какие дела ну и что нормально все здравствуйте представьтесь пожалуйста кто есть кто такой представитель банка а че так общаешься какие да вот такие какие что именно ты че так бодлишь как бодлишь че в связке с сотрудником работаешь зачем вы мне бодлите с вами я щас сам камеру включу в связке с сотрудником работаешь с кайки с каким сотрудником не знаю не знаешь вы представьтесь как его зовут да тебе какая разница ну в смысле вы же мне записывали че у тебя ручки трясутся ты испугался что ли ты че ты до этого такой смелый был тебя бейте на сколько нам нужно если ты бросился конечно было бы у тебя печально ну поехали до отдела доедем до отдела где сотрудник где участковый сейчас будет давай ждем ну погашьи не угрожай ты че ты что вообще как ты смеешь ребят давайте нормально поговорим я представитель банка нормально ты нормально РОМАЛЬНО сотрудники теперь исполняет Animals коллекторов да если материал написать человеку почему сотрудник полиции если у него материал проверки он же дает значит сотрудник полиции я представитель банка Вот вы тут представитель банка и нам известный его. Гражданин, значит, Смольянов взял кредит. Совершил преступление уже тем самым или что? В каком-то смысле, да, нарушает законодательство. И давайте все вместе. Взяв в банке ОТП, вы представитель ОТП? Конечно. Взяв в банке ОТП, совершив при этом, получается, когда взял, он совершает преступление, по вашим словам? Если он не оплачивает, да, он нарушает законодательство. Какое преступление он совершает? Гражданский кодекс. Преступление? Преступление? А для вас нарушение гражданского кодекса? Гражданский кодекс, гражданское правоотношение и какие-то уголовные деяния, это две большие разницы. Причем здесь уголовные? Я сейчас не могу... Преступление, преступление может быть только в уголовном праве. Нет, подождите, подождите. С точки зрения вообще, в принципе... У вас гражданское правоотношение. Если вас не устраивает что-то, обращайтесь в суд. Да будет суд, уже есть судебный приказ. Послушайте, вам 6 месяцев заплатили. У человека нет возможности, пандемия, вам нормально объяснили. Мне не волнует, какая пандемия. Послушаем, я понимаю, что не волнует. Бандрить не надо, куда ты поехал. Давай сюда сотрудника вызывай. Участкова, зови. Вы сами позвоните ему. Нет, ты звоню, у тебя на связи, на контакте со снимком. Конечно. Подождите, ты куда собираешься? Что вы будете делать? Сходи, машина будет в курсе. Ребят, ребят, вы что? Ты скажи, пожалуйста, ты вообще... Ты не сотрудника сюда зови, давай. Участкова, зови сюда. Сотрудника, зови. Какого участкового? Участкового, мы сейчас заявление на тебя будем писать. Подожди секундочку. Участкового, нет. По какому? За что? За что? Да не надо. Звоните на контакт. Хороший. Нам не участвовый нужен. Где участковый? Участковому звони. Звони участковому. Я сейчас буду вас снимать. Как? Участковый? Мы не против. Участковому звони. Давай вызывай сюда. Не знаю, кто такой участковый. Не знаю. Не могу. Вы, кто представится, как вас зовут? Почему вы мне сейчас убийство выражали? Убийство. А вот гражданин Смольянов взял кредит и не платит. И специально пригласил его, для того, чтобы вы устроили этот сыр. Да не надо. А с чем нет возможности? А какой нет возможности? А почему вы ко мне подходите? А что вы ко мне подходите? А что вы ко мне подходите? А зачем вы мне подходите? Это вы не традиционный сексуальный адресат. Побаялись чего-то, да? Вы не традиционный сексуальный адресат. Чего? Гражданин Смольянов взял кредит и не платит. Давай участкового заверите. Давай участкового заверите. Нарушает законодательство. Как у участкового? Я не знаю никакого участкового. Ты держи нормально телефон. Что это за съемку? Держу. Плохая съемка будет. Ты разверни его вот так. Лучше снимать будешь. Мы вместе в кадр попадем. Вот так разверни. И нам предоставить закон. Гражданин Смольянов, который пригласил этих граждан. Граждане не представляют. Да вообще нарушают закон. Преступные. Не нарушают закон. Кому? Ты кто такой, что тебе представляют? Слушай, ты юрист? Так ты еще и тупой юрист получается. Какой юрист? Тупой. Тупой. Отлично. Отлично. Какой я еще юрист? Нарушил закон сейчас? Каком моменте раньше? Петушиный тупой юрист. Отнарушил закон, нет? Может быть, да. Вот такая, блядь. Остарзательный, гражданин. Еще раз снимем номера машины. Снимите. Давай, давай, давай. Давай твою тонировку снимем. ДПС называй. Мы как раз заявление написали. Давай, ГИБДД, да. Ха-ха-ха. Вот граждане. Приехали на машину. Тонированными стреклами. Слышь, может ты нам еще лезгинку пляшешь? Нарушитель. Но тут никто не отрицает. Есть тонировка. Что теперь? Так, оформе. Оформе. Потому что Гражданин Смольянов как минимум нарушил закон. Гражданско-правовой форме. Еще это не рождество есть. Гражданско-правовой формы, слушайте. Ты ГИБДДшник или кто? Подожди, ты ГИБДДшник или представитель банка? Зови, давай, звони участковому. Да, алло. Участковый, наверное. Алло. Пусть едет сюда, скажи. Уже известны все его данные. Да, Сергей Николаевич. С двумя сотрудниками, какими-то непонятными людьми приехал. Ведут видеосъемку, да. Давайте, ну, на свободу 73. Так я и сказал, мы туда в отделение банка сейчас подъедем. Вы согласны подъехать в отделение банка? Да, он не поедет. Сотрудника полиции ждет. Сотрудника полиции ждут какого-то. Какого-то? Да ты же сам сказал, что должен сейчас участковому подъехать. Невально. Ну, че так вот не говорил. Ты плавался беседик, да? Ты вообще скрывай его с машины на заднем. Ты посмотри, а. Давай зови его. Зови. Сказочник. Я не смогу пока приехать. Сказочник. Сказочник. Ты говорил, там на заднем сиденье участковый? Давай посмотрим. Есть там на заднем сиденье участковый? Открывай, посмотрим. Солен, ну че вы? Чего ты? Да не надо меня. Не буксуй, не буксуй, не буксуй. Тише, тише, тише. Тише, 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 тише. Аккуратно, не буксуй. Сейчас поцарапается еще. Не надо, аккуратней. Не буксуй. Ведет съемка, ведется еще одно. Да, да, да. Отлично, отлично. Подожди, подожди, подожди. Золучку мы можем поломать нечаянно. А потом, а потом будет проблема у тебя. Братан, да ты сейчас. Я уже вижу, что здесь. Аааа. Уже сверху пришел. Смотри, ты пля треснул. Со сломанной дверью ездишь. Со сломанной дверью ездишь. Отвечай, отвечай. Ты куда? Уезжаешь? Да ладно. Ну что с собой? Ой, ой, ой. Хлопает, хлопает. Слышь, дурачок. Участкового давай гони сюда. Идиот, блин. Счастливого пути.